Всем доброе утро! Доброе утро! Меня зовут Алена. Друзья, меня зовут Ваня, Алена. Ну, мы с вами уже вроде как познакомились. Мы путешествуем с нашими детками по Крыму. Богдан, Тимок, Аленька. И у нас еще член нашей команды. Мурка. Кошечка. Звезда и YouTube, и Instagram. Кто только не снимал. И вчерашнего вечера. Да. А вот, ребят, ну, мы путешествуем с палаткой. Кто-то отдыхал с палаткой? Да. Сегодня. Не все, наверное, раз. Снимают гостишки там. И я думаю, все прочувствовали, что с палаткой отдыхать это намного лучше, чем в пятизвездочной гостинице, где все включено. Да уж, конечно. Где в Астраховке. Палатки памятные, хорошие. Интереснее точно. В палатке вы не привязаны ни к кому, ни к времени, ни то, что вам там надо в поле пойти покушать, да? Там в пансионат, там тоже не надо. Поскольку-то вы должны прийти там, не успели, ешьте там бутербродики. И вот так вот. Я не знаю, конечно, я это так импровизирую, потому что мы отдыхаем в палатке. Я думаю, это так. Вот. Как только у нас появляется свободное время, мы берем, вооружаемся камерами. Если это осень, то мы идем в походы. Все еще. От Владиславки до Генеральских пляжей на великах, короче. От Джанкоя до Оленевки тоже ездили на великах. Короче, бороздили просторы как на велосипедах, как и на машине. Ну, как прочувствовать. Ну, на великах, конечно, Крым вы намного прочувствуете, чем проедетесь. На машине и даже тех ароматов степного Крыма, западного, ну, вы не прочувствуете. Вот. У нас палатка Out Venture Sky 4. Вот. Четырехместная с тамбуром. Ну, очень удобно. Для походов берем двухместную. Сразу хочу дать совет. Покупайте себе самонадувной матрас. Потому что, ну, многие, кто не знает, берет сразу матрас. Интекс вот этот, да, надувной. И потом малейшая дырочка, и люди просыпаются просто. Александр Оз, Саня. Отдыхают на раскладушках. Санек, можно тебе? Давай, за бычкой. Курение готови. Вот. Саша расскажет, вот как они отдыхают тоже с палаткой. Кого не видел, всем. Доброе утро. Добрый день. Добрый день. Или утро. Ну, мы тоже отдыхаем с палатками исключительно. Принципиально. И выбираем места, где людей, как правило, нет вообще. Тоже генеральские пляжи любим. Западное побережье. Это за Эвпаторией. Поповка. Поповка известное место. Мы любим отдыхать. Любительно. Там бывает, что 100 метров в одну сторону, 100 метров в другую. Кроме тебя нет никого. Ну, на выходные люди приезжают. Это так, как говорится, можно хоть голышом купаться. Вы родинзон. Да. Полностью бухта вся ваша. Там человек жил, я как-то раз приехал, он полтора месяца один прожил на пляже. Там до магазина недалеко, 5-7 минут пешком. Вода, все фрукты, продукты, все есть. Проинтекс правильно прокалывается. Мы используем раскладушки. Позапрошлым году мы прожили на море 21-3 недели. И спина не болит, то есть это полный комфорт. Мы матрасники, мы все возим с собой. У нас большой газовый баллон, не вот эти вот горелочки. Капитально обосновываемся, можем неограниченное время там существовать, лишь бы была вода. Запас продуктов тоже у нас там дней на 10 хватит. Разные клубы, тушенки, если кому-то интересно. Ну, я как бы социопат, я не люблю искупление людей. Вот, допустим, пляжи на ЮБК, они все забиты народом. Мне ЮБК еще не нравится своим берегом, потому что камни, когда заходишь, некомфортно. По пляжу ходить некомфортно. Я люблю западное побережье, где песок, золотой песок, желтый песок, либо мелкая галька. То есть это комфортно, там достаточно мелко за их поторией. И кто с детишками, идеальное место, это только Западный Крым. Причем коса вот этой Капатории и до Донузлава. Дальше туда уже идет Атлеж. Как оно называется? Атлежская побережь. Аленевка. Аленевка тоже там золотой песочек. Русские Мальдивы. Но сами понимаете, что сейчас все едут туда. Это место пропиарено в инстаграмах, в ютубах. Там людей скопление, соответственно, бешеные цены. Когда идешь от своего лежака до моря, ты можешь наступить кому-то на голову запросто. Нет, ну там в любом случае, в любом случае, вот мы с Кипчаком проезжал. Кто знает про мыс Кипчак? А, был, был. Друзья, ну самое интересное, вот вы садитесь в машину. Я же рассказывал много раз. А начиная от стерегущего, проедьтесь по побережью Таханкутского, ну по Таханкутскому побережью. Там найдете такие места замечательные. Ну просто вы влюбитесь. Для вас южное побережье Крыма, ну просто с массой накопления людей. Это будет, ну это что-то, что-то разное. Два разных Крыма. А на любой машине ты должна проехать? А Таханкутскому любой. Ну, я смотрел люди вообще там на Таханкутскому. Ну вот мы недавно ездили там. Если не было дождя на каноне. На генеральских. После дождя. На генеральских. Я уже на генеральских. Я на генеральских видел, человек заехал в такие места. Ну, на дорожник. Ну, он с прицепом двухосным. Дом на колесах, здоровый. Один из самых больших. Он туда заехал. Нет, ну это я к тому, что чем выше переста, тем лучше. Да, но все равно уменяются люди заезжать. Все равно заезжают на легковые. Сколько вот бывает, заезжаешь в бухту. Вот это тоже генеральский пляж. Заезжаешь в бухту, стоят легковые машины. Там три внедорожника. Люди, кто заезжает. Было бы желание. Да, было бы желание. Единственное, совет, наверное, когда видите, что намечается дождь. Ну, не заезжайте. Поднимите машину наверх, если вам надо будет уезжать на следующий день. Потому что он просто не заедет наверх. Даже внедорожник будет скатываться. Мы тоже уже пробовали. Опять же, это реальный формат отдыха. Его нужно попробовать каждому. Я, допустим, начал лет 11 путешествовать по горам, по лесам. В основном моя тема – это горный лес крымский. Пляжи – это так. Ну, летом, когда в лес нельзя, приходится по пляжам, так сказать, шататься. А так мы круглый год ездим на внедорожнике в горный лес. Ну, особенно осенью, да? Осенью, и в декабре, и в январе мы ночевали. То есть, ну, дело в снаряжении. Если нормальный спальник не китайский, который там хотя бы минус 4 держит, даже плюс 2 пустой. Ну, минус 6, землянки. Пошли как-то по партизанским тропам с фумом, с рюкзаками. Весна. Да, весна, и что вы думаете? Минус 6, сильный снег, хотя вот жарко было, там, 23 градуса жары было. Минус 6, снег, прям снегопад. Я пошел в кроссовках, потом в итоге в пакетиках, наверное, пакеты. Залезли в землянку, было, ну, очень холодно. Минус 6, не знаю, у меня спальник не выдержал. Ну, и в итоге, ну, нормально. Ну, не умер, не заболел. Ну, остались просто впечатления, и есть что рассказать. Ну, в таких случаях на ночь завариваем с вечера термос с чаем, с кофе. То есть ночью, если немножко подрыг, полкружечки налил, хрязь изнутри согрелся, все, дальше стык. Ну, либо все вместе, мужиками. Бывают спальники, которые состыковываются, нормальный, там, если производитель, у вас спальник остыкуется. Ну, это вообще жарко будет. Жалишка. Жалишка. Да, когда тепло излучается, никуда не уходит. Да, многие, многие бани делают, ну, вместо лежать, ну, какая-то речушка течет, да, берут там камни. У меня на канале есть несколько роликов про бани в лесу. Делается вообще элементарно. То есть камни выкладываются в виде пирамиды. Просто вот так выкладываешь, выкладываешь, в середине, лишь бы было, ну, как бы, отверстие. Сверху топка, получается, дрова туда накидываешь, щепки, палки. Пищеводелка, обматываешь, да? Три-четыре часа протапливается, потом шесть жердей где-то, ну, всегда есть в диких листах, парни, которые валяются. Связал их, обвязал сверху, расставил. Ну, у нас тент из Тарпаулина. Продаются тенты, мы, знаете, такие, как клеенка, только вот как мешок сакарный по типу того. Вот этим делом обмотал, рядом речка, если немножко там камни повыбрасывали, чтобы было занырнуть туда. Ну, та же сауна, получается. До 100 градусов внутри нагревается без проблем. Там влазит шесть человек. И Витя был, не помню, Андрей был, по-моему, в бане. Ты был? И Андрей застал баню. Андрей, где-то там хрен не был, ты сказал. Палаточник был. То есть, ну, это кайф. Когда в лесу, просто организовали себе баню. Такое впечатление на всю жизнь, я считаю. Единственное, это ты потом не в минус шесть засыпать. Не, ну, это осенью, весной. После распаленной бани, а потом уже начинает тело остывать. Это не самое приятное. Также вот мы, людям, делать, приехали куда-то, основной лагерь поставили. И уже берешь маленький рюкзачок, там вода, что-то перекусить. И радиальные походы, так сказать. Куда пошел на пару километров, вернулся, перекусил. Там или по периметру прошел участка, где остановились. Ну, то есть, мне вот, допустим, интересно изучать новые места. Как там, что, что-то бывает найдешь интересное. Недавно, вот я, допустим, могильник обнаружил посреди леса. Куча раскопанных ям. Не знаю, что такое. Фотки поскидывал, координаты поскидывал в Москву знакомым археологам. Они мне оставили телефон в Бахтисарае, археолога. И тот уже сказал, что это такое, как это называется. Как и что это? Могильник в Средневековье. Друзья, чтобы вы понимали, очень много сегодня раскрытов. Нет, там человек, который занимался, местный Бахтисарае археолог, он сказал, как называется, когда обнаружен. Там около 1200 или 1300 могил всего. И 500-600, да, где-то разрыто 500-600. Из них археологи всего вскрыли 36 могил. И из 36 в двух всего были какие-то интересные находки. Остальное все сделали мародеры. То есть они там целенаправленно несколько лет долбили, искали. В могильниках, сами знаете, при захоронениях раньше украшения, какая-то утварь была. И все это на черный рынок уходит. Это за Бахтисараем. Есть карьеры, которые заполнены водой, по типу Марсианского озера. Но дальше Шахерезада, вот есть там в повороте кафешка. От Шахерезады наверх уходим. И параллельно на Тавриде идет дорога. И там слева есть карьеры, и там лесок. Вот в этих лесах. Там такие как заброшенные. Там все же дикие места, дикие места. Мы там на самоизоляцию туда ездили. Людей там никого нет. Друзья, чтобы вы понимали, вот палаточники ищут дикие места. Там, где нет людей, да. Я никому не мешаю, мне никто не мешает. Я встаю во сколько хочу. Я выспался в полпятого, допустим. Я встал, сделал кофе. Спать я могу три часа ночи лечь. Могу в восемь вечера. То есть я не привязан ни к какими там меню, к распорядкам. Захотел есть, приготовил, поел. Захотел погулять, пошел погулял. Ну, то есть ощущение свободы вот такое присутствует. Захотели, поныряли там. Захотели, переехали. Половили рыбку. Не понравилось, переехал. Мы так вообще переезжали, не знаю, неделю, наверное. Да, неделю три места. Часто пешие туристы либо мимо проходят, либо тут же останавливаются. Ну, не то чтобы часто, иногда. Которые являются кладителем информации. То есть обмен информацией происходит. Мы делимся, что знаем. Они рассказывают, что там были, нет. А там были, нет. То есть у меня уже на следующий день какие-то планы созревают. Я уже там сходил, посетил место. Там интересные фотографии можно сделать. Какие-то, может, даже для себя открытия, которые ты о Крыме не знал. Недавно вот Светлана нашла место, заброшенный карьер. И там буквально полосой метров тридцать и метров сто в длину древние такие ракушки. Я с собой взял несколько штук. Кому интересно будет, подойдете, покажу. Ну, такие вот моллюски, которые окаменели. Ну, просто в руках, когда держишь такую вещь, меня эмоции переполняют. Я, допустим, понимаю, что ей несколько миллионов лет. И тут приходит к тебе осознание, что ты вообще песчинка в этом мире. Ты начинаешь думать о смысле жизни, что-то такое же. Что я тут могу вообще оставить после себя. Нужно ли вообще-то что-то оставлять. Или просто вот так вот прожил пустую, холостую. Никто тебя уже никогда не найдет. Ну, просто такие холостовские мысли посещают. Такие находки наталкивают на какие-то мысли определенные. Ну, интересно. Просто ты понимаешь, насколько ты ничто и никто. Ты просто песчинка, которая для Вселенной на долю секунды здесь вспыхла и потухла. Все. Саша, а вот у многих всегда вопросы, я знаю, вам тоже, подписчики, пишут, куда вы ходите в туалет. Мне вообще там, мне там вообще написал один, говорит, я вот, я не знаю, вот какой-то такой дядька. Моя, короче, стесняется, куда мне ее водить. В диком месте? Я хочу, например, поехать, ну, в Палаке. Уже ушел метров на сто. Мальчики в ту сторону ходят, а девочки ходят. Лопата или ямка. Лопата, лаперная сапатка всегда в багажнике. То есть ямочку выкопал и закопал тут же. Немножко притоптал, можешь камень положить. Скупление скрыто. Да. Ну, а многие стесняются, да? Стесняются кому? Сам себя? Нет, но бывает не только там, но в бухте-то не один-то бывает. Ну, в хохте-то, да. И все вот идут в один тот же куст. Так ты просто твой туалет расскажешь. Так, вот сейчас расскажу. Слышишь идут? Спокойно, здесь занято, ребята. Подождите. Да просто дискуссия, понимаешь? Кто за ямки? Это вообще не проблема. Нет, кто за ямки? Вот кто вот. Ну, это без Палак там, понимаешь? Это вот ноль затрат. Да, да, вот мы сейчас все сидим. Да, вот, кстати, мы сейчас на пляже, диком. Вот мы все приехали и решили там отдыхать в Палаке. И вот, чуть-чуть тут вкуснее. Это Ханкутское побережье, чтобы вы понимали, западное побережье, растительности очень мало. Там ее практически нет. Ну, когда компания и надолго, просто выказываются ямки. Ну, а, для чужих, да. Смотрите. Можно темп там загородить. Можно, ну, там три варианта. Можно лопаткой, да. Как я сказал, Санк. Можно лопаткой. Пошли саперты. Там 150 метров отошли от всех. Посидели в Инстаграме, там, вывалили монстра, зарыли его, вот, и все. Но многие стесняются. Многие, например, делают тот же туалет, но там, сама, но это долго. Мне кажется, это рыть яму уже. Нет, ну, если приехал там на неделю, на две, можно и заморочиться. Да, нет, ну, многие тоже грезгливые, да, вот, не все же прям палаточки такие, брутальные. Когда не есть палаточки? Да. Нет, если ты палаточки, мы уже брутальные. Ребят, ну, мы вышли из положения, потому что дети, например, тоже, ну, не хотят вот так вот, такие стесняются, но бывает, ну, мы же как, отдых с семьей, правильно, с детками, и мы пытаемся, ну, условия создать людей. Вот. Мы приобрели биотуалет, The Port, ну, все у нас с унитазом, там, со всеми, там, два раствора идет, один, ну, все, короче, превращается в бегумус, ну, и потом в удобрения. Для загородиться все равно нужно. Да, да, и чтобы загородиться взяли душ-палатку, где вы можете и принять душ, да, и душ-палатка, и биотуалет. Вот мы ездили с ребятами, вот, с Дариной, с Дариной по Крыму, вот, Дарина, Саша, вот, Славик тоже, да, вот, снимал, как мы это все организовывали. И очень удобно, ну, практически у вас все условия. Сколько он стоит? Ну, от шести и выше тысячи. Ссылка будет в описании. Нет, это не реклама, как бы, ну, это совет, наверное, вот, начиная от саперской лопатки, это реально неудобно. Особенно, когда отдыхаешь в межводном спалатке, ну, если камни... А сбора, насколько хватает? Очень много. Короче, на неделю вам... Получается верхний бак, если нужно, это на 10 литров 40 мл, а в нижний нас заливаем 12, ну, например, 10 литров, который бак идет. Он литр воды и 50 мл средств. То есть не каждый раз покупать фортлор? Нет, не каждый раз. Нет, этой баночки, ну, на лето, может быть, даже. Мы сначала тоже думали, что, ну, блин, это же сколько банок, не запасешься. Это же тоже недешево, постоянно эти вот компротсы. Макс Суханов посоветовал как дешевле. Еще раз. Макс Суханов посоветовал как дешевле. Как дешевле обойти, это саперская литра? Нет, это по полной химии. А, что? Макс. А, на канале? А я вроде видел его. Посмотри. Да, и что он... Столько всяких заменителей всякого... Вече седет в труп. А, вот и вот эту же, да? Потому что это вот быстро уходит. Верху это еще остается, да? Вот, видите. Вот, видите. Ну, это же потом не выпишет, она в семье такая. Нет, вы, да. Ну, в семье она и есть. Волочую. Ну, просто если это ежедневно делается, на протяжении длительного, там, по два, то он нападает от семьи. И направляет в день, в день, в два, он уже поджил. Мы тоже надо взять на семеточку. А такой контент люди везде везет? Да, сейчас, смотри, сейчас из-за того, что гостишки все переполнены, люди начали массово мониторить семейные палатки, как отдыхать с якорями. Вот многие... В принципе, из-за пандемии. Да, да. Я вообще думаю, может, зря снимали своими высокими генеральскими пляжами. Да, потому что сейчас туда столько людей ломанулось. Раньше на генеральские пляжи вот приезжаешь, там куча, ну, не один десяток бухт, небольших бухт. Может быть такая, как вот этот участок, может быть совсем маленькая, может быть, как пять таких участков. Грубо говоря, ты едешь, смотришь, там компания, там раз, бухта свободная, то есть ты ее занимаешь, другой, кто доедет, уже глядный сюда к тебе встанет, у тебя в твоем распоряжении полностью бухта. И там, ну, люди просто галеком купаются, никому, никто друг другу не мешает, не видит. Нормально. По воде спрашивают сейчас, сколько вы водой, нам вообще сказали, что мы там в Сухоли, что так мало воды, мы там тратим 45 кубов в месяц, ну, сколько, 150 литров в день. Короче, мы, например, берем 3 баклажки по 25 литров, грубо говоря, где-то 80 литров мы берем на 5 дней. Вот так вот хватает. Да, вот так хватает. И посуду на пятерых идти, и посуду на пятерых. Ну, по сути, посуду можно мыть и на море. Ну, у меня вот есть опыт, допустим, в командировке как-то мне полтора литровой баклажки полностью хватало, чтобы помыться полностью с мылом, да. Ну, тогда не было воды, вот была такая ситуация у меня в начале двухтысячных, что в командировке воду давали только на 2 часа ночи, ну, на 2 часа ночью. Опыт не есть, да. Я надо лукать, полючка, я текла, то есть ты сейчас набираешь, и мыться-то надо. У вас просто волос мало, да, когда? А я после этого стал, по сути, 2 минут после этого. Я понял, что так прикольнее намного. Меньше мыть. Да, меньше мыть, меньше чешемся, меньше потеем, и перхоти нет. Да нет. Советуем всем. А как дети, 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 дети привыкают, один сидит там, ямки копает, а ну, берите игрушки с собой. Ну, дети, да, отлично, им очень нравится. Природа, да. Да, для детей природа, я же говорю, мы еще с кошкой теперь начали ездить, так вот, вообще классно. Мы с ребятами как-то ездили, у них две семьи, и каждые дети там, ну, 5-6 лет еще, дошкольные, и они уходили в лес сами, то есть мы с родителями тут, дети, я говорю, вы что делаете, у вас дети потеряются? Нет, не потеряются. Они уже в таком возрасте настолько умеют ориентироваться в лесу, плюс, ну, им братшую с собой дают, в лесу в мобильной связи там редко бывает, то есть, уже, я говорю, темнеет, надо их искать, нет, сейчас придут, сейчас запах шашлыков почувствуют, полез, приходят, ни разу не было, чтобы они потерялись, потому что их мучают уже с такого, с горшка, как ориентироваться, как ты туда пошел, там, назад, чтобы вернуться, примерно уже, они знают, что такое компас, 5 лет, в общем. Они сиди там целыми днями, с компьютерами, да? Он может сам развести огонь, 5-6 лет, просто спички ему дают, знаешь, что такое там, просто, завалить заяц, заяц, кабана, палатку они могут снять, положку сложить. Ваши дети таким навыком обладают, да, уже? Шеставр? Ваши дети уже таким навыком обладают, заяц, кабана. Ну, как-то я у них спрашивал, что вы знаете, ну, интересно было, кого бы туда брались, они рассказывали, как там костер тоже разбегает, сколько способов, я сам в шоке был. Одного отправил на заяц, второго на кабана, да? Не, ну мы им топор даем, и они идут, в любом случае надо еду научиться приносить, даем топор, они идут, если мы находимся в лесу, они идут за кабаном, да. А если на море, вот, они ловят, не буду называть, что, как бы, правда, ну, что плаваем, ну, что мы же здесь, ну, в основном они скатов приносят, вот такого, что я, пап, смотри, вот так вот, из-за хвоста, вот, дают, вот, самый маленький, вот, самый маленький, вот, 4-годников, вот, три, дали, вот, я уже вперед, забыл, одичал с палаткой, вообще, тоже был интересный случай, ну, дочка у меня с 12 лет уже может и палатку сама поставить, огонь развести, не так давно они поехали с ребятами своей компанией на водохранилище там под Симферополь, и ребятами могут поставить палатку и не знать, с какой стороны к ней подходить, что есть внешне, внутренне, то есть, вот, они первый раз уехали на природу, там, по 20 лет, и огонь тоже нет, взяли бревна и начинают бревна поджигать, они, естественно, не воспламеняются, и дочка, друзей своих, да, сначала надо стругать, там, чтобы с первой спички все выходит, потом больше и больше это все, ну, то есть, простые вещи, оказывается, люди очень, не знаю, потому что они в планшетке с утра до ночи сидят, они не представляют, как себя на природе вести, то есть, я считаю, детей нужно к этому приучать, это нормальная, здоровая тема. Ну да, ребенок будет подготовлен, и внимательность тоже, это Внимательность развивает, да, ответственность для себя, да. Потом он вырастет, и он сможет потом прокормить семью, защитить ее, он будет девочкой там, ну, которая не может даже... Лампочку скружить. Даже лампочку скружить. Бицуху. Самое главное. Кому бицуху, кому кукли, надо докажать. На кабанетто, конечно. Ну вот у нас мы приезжаем, допустим, если есть одна-две машина, ну, с семьей, да, к примеру, мы приезжаем, у нас не надо говорить никому, что нужно делать. Я ставлю палатку сразу, занимаюсь огнем, женская половина, грубо говоря, пошла за дровами. То есть, все понятно, да? А расскажите про ситуацию нестандартную, когда дождь, это часто бывает, или ветер? Мы попадали... Ну и бывало, что выезжали осенью поздней, в ноябре с работы, допустим, только освободились, пять вечера, пошел дождь, ливень, а мы ходим в лес в пятницу с парочкой ночевок, садимся, прыгаем в машины, едем по дождю, зажаем в лес уже по ночи, в горах уже идет снег. Первое, два мужика выходят зонтиками, натягивают цепь между двух деревьев, набросили тент, ну, чем больше, тем лучше, маленьких не бывает, для леса, ну, четыре на шесть это минимум, тент зацепляется, соответственно, все, у тебя уже хижина есть, из багажника спокойно достаешь здесь, один разводит огонь, другой ставит палатку, это вообще не проблема. Газовая горелочка, обязательно газовый резак такой, знаете, есть, ну, ковье лучше всего. Газовый резак я где-то видел здесь, в библиотоджигане. А если нет горелок, генеральский мяш, там там тут? А там, у меня баллон, допустим, газовый, 9 литров, кто-то пользуется маленькими такими горелочками. Ну, вот газовая горелка, ребята, многие задают вопрос. У нас вообще не проблема. Оно стоит какие-то наливки, это 5 долларов горелка, это как бы немного. и плюс тент с собой. Тент можно накрыть палатку. Да, да, и в чем плюс тента, я вообще за тенты топлю. Если кто-то видел, у нас сейчас там уже торговая палатка, у нас тень с полома. Ну, есть вообще специальные легкие материалы, но они денег стоят. Да. А вообще, тент решает много проблем. Летом можно даже палатку не ставить, вообще. Ну, я видел такие тент. У меня ролик есть, как правильно натянуть тент. Допустим, что не веревками нужно припить, а резинки с крючками, знаете, тогда его не потрепыхает, он не будет. Он амортизирует, и он целый остается. Он любой ветер выдерживает до 25 метров в секунду, проверено. Но не все пропан, верю, что вам не боятся. Ну, это уже проблема человека, что он боится. Не оставляй баллон на солнце всего. Ну, не знаю. Все. Честно говоря, то, что отдыхаем с детьми, мы стараемся вот это все усматривать. Ну, думаю, все, ребят. Познакомились. Ваня, Аленка, канал «Покрымус Позитиво». Спасибо. Спасибо вам большое за внимание. Очень рады, что вы. А ты боялся, все хорошо. Выбора нет. Спасибо. 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 Спасибо.